Авария произошла накануне в 10 часов вечера. Как результат, в стене пятиэтажки образовалась огромная дыра, а кирпичная кладка буквально завалила одну из комнат. В квартире в это время находилась пожилая женщина. Еще вчера это было одно из спальных комнат. Теперь из-за горбитого кирпича невозможно рассмотреть обстановку помещения. Жители уверены, если бы здесь в момент удара спали люди, все закончилось бы гораздо плачевнее. Анна Григорьевна, которая в момент аварии находилась в соседней комнате, одна проживает в квартире и теперь временно перебралась к соседке. У пенсионерки поднялось высокое давление, ей потребовалась медицинская помощь. Женщина о вечернем происшествии говорит с заметным волнением. Я даже не понимала, в чем дело. Думаю, ну часто здесь бывает, потому что дорога, давление, движение, шум без конца. Но когда я вышла уже, выскочила, тут все уже камни. А отсюда я уже не стала. Был туман, совершенно пыль кругом, ничего не видно было. В момент столкновения в салоне троллейбуса номер 5 не было пассажиров. Водитель двигался по маршруту, ему стало плохо, у него произошел инсульт. Это как сообщили врачи, которые его забрали. На данный момент водитель находится в больнице именно Ванекина. Давно работает, на хорошем счету. До этого не было никаких чрезвычайных происшествий. На здоровье не жаловался. Помимо водителя, в момент ДТП в салоне находился кондуктор. У него сломана рука. Все расходы на ремонт дома Тулгор Электротранс берет на себя. Работы по устранению ведутся уже сейчас. Среди очевидцев аварии распространилось мнение, что несущей стене конструкции нанесен серьезный урон, и дом может рухнуть. В управлении по советскому округу опровергли эту информацию. Нарушение несущей конструкции сейчас не выявлено. Обрушения, угроза обрушения в настоящий момент нет. Сейчас вынесут кирпичи, и в принципе, там такого, то, что там надо кого-то переселять, такой необходимости нет. Пока сложно поверить, что косметического ремонта будет достаточно. По всей стене внутри пошли трещины. Дыру снаружи временно заделают досками. О суммах, которые будут направлены на ремонт, а также о сроках окончания работ, будет известно после дополнительной экспертизы. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Сергей Стариков. Новости Тулы.